Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness, Psychology. Хотелось бы поговорить с вами вот о чем. Мне в вопросах задали вы в комментариях, или по-моему в личку человек писал, уже не помню. Много лички, кстати. Хотелось бы все-таки, я очень вам признателен за это, но пишите тоже в комментариях, будет приятно, что вы ставите лайки, пишите и делайте какие-то репосты моих видео, если вам нравится. Я очень признателен, что вы мне пишите в комментариях, что вам нравится. Но если я увижу на вашей стене пост с моим видосом, для меня это будет лучший комплимент. Потому что если даже вы одного своего друга попросите подписаться на меня, это огромный вклад. Представляете, сколько вас, если вдвое увеличите, аудиторию, которая меня смотрит и которая на меня подписана, ну, соответственно, у меня еще больше возрастает мотивация вот так вот снимать для вас видео-ответы, и больше я могу уделять времени на видеоблог. Ну, у меня даже, складываясь из моей популярности, то, что блог стал у меня популярней, есть возможность брать клинические случаи, которые вы описываете, все пишете, люди больше пишут, я могу больше делиться какой-то информацией. Ну, ладно, перейдем к теме видео. Смотрите, спрашивает человек, он считает себя шизоидом, спрашивает, где ему лучше работать. Я уже говорил о том, что вы плохо на самом деле смотрите мои старые видео. Если вы недавно на канале, обязательно смотрите мои старые видео. Если вы шизоид, посмотрите все видео, отмотайте вниз про шизоидов. Я уже говорил, что шизоидом лучше всего работать на работе, которая, во-первых, не требует от вас жесткой ответственности, жестких каких-то рамок. Не требует вам приходить вовремя и уходить, соответственно, тоже вовремя, да, как на заводе, через проходную. Не требует от вас эта работа какого-то психоэмоционального напряжения, как, допустим, службы полиции, где, в общем-то, все очень, ну, так скажем, по определенным правилам, как у клиптоидов выстроено. Лучше всего, чтобы эта работа у вас была творческой какой-то дизайнер, художник, может быть, какой-то креативный директор, там, вот, всякое такое. Очень неплохо некоторые шизоиды реализуются, когда занимаются математикой, физикой какой-нибудь ядерной и всякое такое, да, вот, Эйнштейна. Опять же, мы не проверяли, мы не можем на сто процентов сказать, но по тому, как описывается характер Эйнштейна, да, вот, яркий шизоид описывается. Соответственно, шизоиду лучше выполнять какую-то творческую работу, которая растянута на какой-то период времени, и ему не нужно, никто его не дергает, психологически на него не давит, ему не нужно это срочно сдать, ему не нужно отчитаться по проделанной работе, да, вот он просто берет и так вот полномерно в своем стиле вот это делает. Мне очень понравилось, как у меня приятель работал в какой-то крупной фирме, они делали для Эппла, в общем, но это не Эппл в целом, они делали для него приложение, и у них даже, в общем, на работе кто-то притащил жимовую скамью поставил, кто-то притащил, в общем, все акустическую систему, гитары подключили, и они вот развлекались, в общем, вот этим любой может подойти, побрончать там что-то вместе, они могут поиграть, кто-то там сходил, пожал, какой-то мячик у них еще можно там куда-то кидать, они вот так вот поигрались, отвлеклись, поработали, и все это вот так вот с продовольным идет. А, PlayStation у них там еще приставка, такой западный подход к работе, и очень комфортно себя шизоиды, там работают только, по-моему, одни шизоиды, и они очень комфортно себя чувствуют в такой среде, вот. Поэтому вот такую среду шизоиду нужно искать, чтобы чувствовать себя комфортно на работе, а это очень сложно найти такую работу, которая для шизоида будет психологически комфортной. Поэтому в современном мире, и учитывая тип личности, да, особенности, все типы личности, которые я описывал, шизоидов, конечно же, для шизоида самое простое – это надобная работа, когда он дома выполняет какую-то работу дизайнера, фрилансера, да, получает за это денежку, и никто его лишний раз не дергает. Дорогие друзья, я жду вас на своих консультациях онлайн, еще раз очень признательна вам за то, что вы мне пишете, и желаю вам огромного здоровья! Продолжение следует...